всех приветствую александр жуалев это проект даю слово который будет выходить на площадке byg news и мы здесь берем тему и грубо говоря выворачиваем ее наизнанку сегодня мы взяли за основу качество интернет где сейчас самый плохой интернет казахстане но вы же знаете географически это где самый плохой интернет там где его нету тот объем трафика который сегодня употребляем он колоссальный экономить интернет это вот что значит если вы хотите какой-то большой контент посмотреть по переключайтесь на лучшие технологии но текущее качество связи я не хочу сказать что он отвратительное на самом деле есть проблемы более того у нас есть белые пятна где нету не то что 4 нету нету лучше просто просто нету связи тот самый рейтинг где мы там астана лучше чем токио это какой рейтинг это по мобильному было я не был в токио сам я не могу сравнивать позиция министерства продолжать настаивать что столица казахстана интернет лучше чем в столице японии да и в этом случае опять министерство пошло на очередной обман они используют такую формулировку казахский сегмент сети интернет не существует никакого казахского сегмента сети интернет 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 это глобальная сеть спад качества связи это есть объективные но субъективные причины то есть недоработки какие-то безусловно но есть и объективные причины в селах у нас проблемы это мы говорим главное инфраструктуры ну понятно три с половиной живет сельчанина к нему тянуть там 240 километров да потому что это вопрос очень больших капитальных расходов не все из операторов включая казахтелеком готовы пойти взять астану то у нас очень активная застройка и когда базовые станции не поспевают строить жилых комплексах есть люди которые против установки базовых станций может быть министра начать и поставить правда на министерстве там базовую станцию чтобы люди верили что это безопасно там и 4g стоит и 5g стоит и вроде бы никого ничего не обучило вы к этому подводите да телекоммуникации эта инфраструктура такая же как и дороги газ там холодная горячая вода и так далее придет понимание к тому что нужно эту инфраструктуру строить переход технологии от 4g до 5g не дал увеличение скорости кроме появления значка 5g никакого увеличения скорости не произошло то есть 5g как ни посмотри знаете пока довольно сомнительное обоснование для внедрения у нас казахстане на самом деле мы как министерство цифрового развития этим заниматься не должны я пытаюсь просто понять что можно ли при наличии денег возможностей плотности станции вокруг тебя сделать себе интернет лучше можно все-таки не все равны в этом смысле если надо надо будет это упущение потому что сегодня никто из людей не захочет жить в доме где нет интернета да мы уже понимаем что это неотъемлемая часть нашей жизни вот господин мужчина часто выходит обещает что вот тогда-то будет тогда-то и вроде бы такие сроки ставят что вот-вот-вот-вот но этого не происходит думаю в концу года казахстанцы в том числе и вы и я почувствуем результат той работы которую мы проводили совместно с операторами а что такого произойдет то есть я не знаю там илон маск на подключиться вдруг какие-то сети сами проложатся через каспий в этот раз что произойдет в этот период завершаются установки именно по закрытию белых пятен проблемных зон по факту вот на ваши на на вашей святовой связи на моей вот на наших гостях это как как скажется то есть мы прям ощутимо это почувствуем скорее всего нет такое ощущение полное что со стороны некоторых лиц некоторых чиновников некоторых представителей нацкомпании просто идет какой-то скрытый саботаж и вот у нас гость в студии и гости подключившиеся ну или которые смогли подключиться потому что проблемы с интернет-соединением мы испытывали даже при записи этой программы поэтому вот в студии у нас руководитель управления мониторинга и развития беспроводной связи комитета телекоммуникаций лжас кабенов я меди министерство цифры да и вот на связи у нас международный эксперт в области айти и информационной безопасности арман абдрасилов и директор общественного фонда интернет со сайте в казахстане толгат нурлыбаев толгатор арман вы меня слышите да сейчас много очень говорят о качестве интернета там президент собирал летом да в очередной раз собрал актив города и дал поручение на министру цифровизации 1 числа какие-то заявления были сделаны по этому поводу совсем недавно вот на днях опять большое там заседание правительства рейтинги очень разные да на каком месте сейчас находимся по качеству интернет на самом деле мы как министерство опираемся на несколько рейтингов но для нас рейтинги как и для казахстанцев не важны для нас важно качество связи которая предоставляется здесь на территории республики казахстан я считаю что казахстанцы жители нашей страны заслуживают более высокого качества чем сейчас есть но текущее качество связи я не хочу сказать что оно отвратительное на самом деле есть проблемы которые мы совместно должны решать и мы их решаем понятно что одним рейтингом можно верить другим нет мы то упали то поднялись некоторые говорят что это считали что как полосный интернет а другие говорят если посмотреть мобильные то там у нас другая ситуация вы вот как можно объяснить вот мы сейчас на какой там не за какие позиции держим вот даже сравнение с нашими соседями если смотреть рейтинг электронного правительства там у них есть под индекс телекоммуникации это рейтинг электронного правительства это нашего наш рейтинг это он узкий рейтинг он узкий рейтинг есть также ежемесячно который публикуют спид тест он публикует на основании данных которые абоненты произвели получается замер произвели на устройстве через их приложение на основании эти данных он формирует и устраивает рейтинг он там ежемесячно публикует там тоже мы то поднимаемся то опускаемся в рейтинге а это чего зависит от развития других стран или там нашего не развития или развития но недостаточного там обратно сколько было замеров сколько было проведено она полезно на каких сетях было произведено адсел на 4g на 3g мобильный интернет смотри то там у нас сейчас уже три технологии 3g 4g 5g у каждого есть свои пределы свои возможности фиксированный интернет то тоже понятно можно там есть по оптике идет терабайт не можно разогнать есть по dsl технологии где там по меди есть беспроводной доступ там тоже ограничены до 40 50 мегабит все зависит от того какой тариф на пану абонента какого он покупает если по мобилке зависит только технологии там тарифный план не выбирается то у фиксированного есть 10 мегабит 20 мегабит 50 100 200 500 мегабит есть какой оператор по разной линейке предупред предлагает но вот тот самый рейтинг где мы там астана лучше чем токио это какой рейтинг это по мобильному по мобильному по мобильному интернету это и было конкретно именно астана там они в рейтинге представляют крупные города в каждой стране есть в общем по казахстану есть отдельно по крупным городам в этом рейтинге представлено астана и алматы два города пожалуй самой обсуждаемой новостью стало заявление министра цифрового развития инноваций и аэрокосмической промышленности багдата мусина в своем интервью он сравнил качество интернета в токио и астане чем вызвал шквал критики от недовольных пользователей тест международный рейтинг говорит что как астана поднялась на 35 позиции мы 35 городов обогнали мы сейчас стокио мы даже оба на обогнали токио ну это же не я это же не я этот рейтинг формировал мы решили не ограничиваться японии и поговорили с нашими соотечественниками из других стран японии скорость намного быстрее намного дороже ну и за качество ты платишь получается есть трафики ну пакеты трафик как вот у нас бывает же телеком там либо билайн актив тут тоже самое японское местное и очень дорогое то есть если я оплатил казахстане по 3-4 тысячи в месяц здесь я плачу по 30 45 тысяч тенге в месяц это очень дорого но получается за эту дорогую я плачу за скорость то есть тут это стандарт то есть для японцев это стандартно и покрывает это всю местность всю японию здесь скорость очень хорошая выдает под 1000 по 2000 мегабит в секунду это вот получается если находишься в центре города если вот немножко далеко от города и даже немножко сказать не далеко от центра то там где-то 1200 1300 мегабит в секунду здравствуйте меня зовут максим город прага чешская республика у нас есть интернет очень даже хороший скорость замечательная можно смотреть видео на ютюбе можно смотреть фильмы спокойно серпеть в интернете без каких-либо проблем я плачу за интернет 545 чешских крон в месяц это в пересчете на тенге будет примерно 11000 это средняя цена и это за скорость 500 мегабайт в секунду у меня оптика конечно можно оформить интернет и по дешевле но это может сказаться конечно же на скорости и на качестве интернета площадь покрытия тоже очень даже неплохая конечно есть какие-то пробелы между городами но это совершенно не критично мобильный интернет тоже замечательный прекрасно все работает лично я доволен привет меня зовут катя я живу в германии городе швейбешгмунд это маленький город возле штутгарта у нас мобильный интернет нормальный у нас везде есть 5g все быстро все нормально нам все нравится кроме если ты едешь по автобану там иногда бывает интернета нет иногда бывает связи нет а так проблемы нету мы все довольны я плачу за свой интернет 25 евро я получаю 124 гигабайта это по всю европе и это по тенге будет где-то 13 тысяч тенге город сэнсеннати штат огайо за сотовую связь плачу 50 долларов в месяц пересчете на тенге это в районе 24 тысяч деньги по американским меркам небольшие совсем большинство людей могут себе позволить ну есть и даже подешевле провайдеры и планы за 20-30 долларов ну у них качество конечно не очень опять же по городу более-менее хватает но за город если выехать то которые дешевые операторы они уже у них интернет очень плохой иногда вообще его нету то что я имею за 50 долларов вполне себе хорошо работает по городу вообще нет никогда проблем за городом его дальнобойщиком когда работал бывал всяких во всяких глухих местах в горах в степях там могли быть перебои конечно но в основном чаще всего все было нормально мне хватало смотреть youtube звонить казахстан по ватсапу все было окей в общем и в целом я был доволен и сейчас доволен на сегодняшний день средняя стоимость тарифного плана у операторов составляет 5000 тенге в этом году им даже позволили поднять цены на свои услуги ну а если сравнивать с другими странами то мы отчетливо понимаем куда мы должны стремиться и какие скорости должны нагонять но самое главное чтобы цена соответствовала качеству и была доступна каждому жителю страны ну вот вы знаете ждать сколько хейта вокруг этого вокруг только позиция министерства продолжать настаивать что столице казахстана интернет лучше чем столице японии да нет мы не говорим что столице казахстана мобильный интернет мобильный мобильный лучше чем в токио так говорим о том что есть какая-то статистика где показывает что средние средняя скорость по городу от абонентов которые производили измерения в рамках этого приложения уковского приложения спид тест мы стали выше позиции а это было на момент когда это заявил мусин или мы сейчас и продолжаем находиться на этом уровне я честно я не проверял толга то вы что думаете вот если простой пример не наш кстати а на министерстве больше вот стокио сравнивать и так далее столице вообще вот вам ваша оценка полгода на слышите уважаемые представитель министерства утверждаешь что у нас я вас слышу да я пытаюсь что-то говорить вы меня заговорите да слышим теперь слышим да вы меня слышите или нет да 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 говорите японский интернет толгат вы не услышали да вопрос это какой-то сюр да нам нам потом скажут что мы специально так наверно подобрали интернет такой что не что невозможно было переговорить но это вот наглядно иллюстрация иллюстрация то есть тут не надо ждать что господин министр мой бывший студент тоже говорит что все у нас но мы видим насколько у нас лучше тут нарочно не придумаешь вот действительно мы видим сталкиваемся в реальном времени у нас качество интернета я не могу комментировать то что есть а в аналитических выкладках международных агентств не я формирую эти рейтинги я не был в токио сам я не могу сравнивать но еще раз говорю если сравнивать конкретно на среднего жителя казахстана и среднего жителя токио то мы должны опираться на какие-то международные исследования то есть не на мои суждения арман вы нас слышите же да чем мы говорим да здравствуйте слышу да вот как вы можете прокомментировать по позиции казахстана там в рейтингах и так далее вот сейчас по качеству интернета вы какую оценку дали допустим ну оценка конечно самая низкая потому что есть перебой со связью районах то есть то же самое агварде либо доме министерства отсутствует связь второе если мы говорим про скорость интернета и там методику замера то здесь чистой воды самообман министерство приняло за скорость измерения через спид тест ну и оператор естественно пошли по самому короткую пути и расставили сервера внутри свои туры и когда мы меряем скорость мы меряем не скорость интернет потому что интернет эта скорость доступа до цифровых платформ это мета это google китайские платформа это amazon и так далее вот что является интернетом скорость до youtube либо instagram а не скорость до ближайшего стерва естественно когда министерство говорят мы будем скоро смерть по спид тесту операторы расставили сервера спид теста и мы меряем скорость от нашего мобильного устройства до базовой станции естественно это не является интернет на этой последней миле никакой никакой инфраструктуры мировых платформ не существует и в этом случае опять министерство пошло на очередной обман они используют такую формулировку казахский сегмент сети интернет не существует никакого казахского сегмента сети интернет 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 это глобальная сеть поэтому либо приближайте платформы ближе сюда либо ускоряем и поэтому здесь тоже повторяется самообман и когда ребята говорят что у нас выросла скорость скорость выше чем токио и опять делать оговорки по рейтингу спид тест это полной воды самообман мы просто меряем скорость последние мили инфраструктуры то есть спид тест такой показатель тоже то есть вот замерили вот нам мы даже вот программу собирались писать по спид тесту показать что достаточно вот по сути дела среди мы не можем записать ну то есть такая условная да скажем так потребность в интернете допустим пять лет назад уже не та потребность которая есть сегодня и то что сегодня мы ощущаем спад качества связи и то есть объективные но субъективные причины то есть недоработка какие-то безусловно но есть и объективные причины потому что тот объем трафика который сегодня мы потребляем он колоссальный где сейчас самый плохой интернет в казахстане но вы же знаете географически это где на этот вопрос сейчас немного ответить ну скорее всего это самый плохой интернет там где его нету вот есть оценки специалистов что допустим в казахстане чтобы для нормализации интернета нужно в десять раз больше оптики чем у нас есть сейчас вот эти цифры как-то соответствует действительность я как говорил у нас 6 290 290 сел из них оптика доведена только до 2600 остальных селах отсутствует оптика но при этом мы понимаем что есть других селах мобильная связь туда используются технологии такие трансмиссии как спутниковые радиорелейные используются вы знаете что сейчас порядка 200 сел согласно новому проекту отдаленных сел с малым количеством людей они будут обеспечиваться за счет наших высокоорбитальных спутников у нас группировка касса-2 касса-3 значит эта группировка она достаточно давно на орбите безусловно и мы сейчас как бы видим что ей нужна уже замена и ведется работа определенная по как раз изготовлению и замене спутников но и следующее поколение спутников она вообще в принципе способна будет обеспечить хорошую связь не только там в отдаленных селах но и достаточно широкий канал чтобы обеспечить обеспечивать связи в общем-то не только малочисленные регионы но это в будущем то есть изготовление и вывод спутника на орбиту это не год и не два это больше в селах у нас проблема это мы говорим главный инфраструктуры не отсутствует инфраструктура и операторы не заинтересованы в экономической части что у них рентабель там очень низкая но понятно три с половиной живет сельчанина к нему тянуть там 240 километров до плюс мы говорим о том чтобы необходимость и внутри села развивать оптику внутри уже когда внутри села до домохозяйств потому что есть тоже потребность у граждан именно дома чтобы ну понятно до базовой станции довели надо же дальше как-то раздать до иметь это тоже должно быть качество есть понятие оператор универсального обслуживания оператор универсального обслуживания это оператор предоставляющий универсальные услуги связи а это в данном случае местная телефонная связь интернет на скорость до 8 мегабит и недавно были внесены изменения интернет по полуолоконно-оптическим сетям на скорости от 8 мегабит и выше компетенция операторов универсального обслуживания распространяется как раз на села но в данном случае у меня например возникает вопрос а кто будет финансировать это дело на сегодняшний день операторов универсального обслуживания в стране 2 транс телеком и казах телеком но до до этого в течение по моему 20 лет таким оператором был только казах телеком и при всем при этом все равно не снялись проблемы по наличию не то что цифры а вообще в некотором случае в какой-то электрической связи в селах насколько я разговаривал с операторами казах телеком с другими операторами это вопрос прежде всего финансирование потому что это вопрос очень больших капитальных расходов не все из операторов включая казах телеком готовы пойти потому что в каждом случае возникает вопрос коммерческой окупаемости пока лично для меня это непонятный момент смотрите это же простой рынок да то есть в городах есть население значит плотность населения значит есть будущие клиенты которые за это заплатят деньги да то есть будут деньги у сотовых операторов чтобы построить эти вышки в селе плотность меньше ну зачем я буду тянуть там не знаю какую-то базовую станцию там магисталь какую-то тянуть куда-то там за 150 километров в восточном казахстане допустим да там на 1 где-то на нам в горном горный алтай куда нибудь чтобы что там получить 3 абонента то есть министр об этом кстати прямо говорю что да и не рентабельно для сотовых операторов главные инвесторы вот этих всех вышек и станций это все-таки сотовые операторы а не государства нет они строят за свой счет все инфраструктуры и предоставляют услуги есть ряд конечно тех моментов которые необходимо решить например поддержка малых операторов связи то есть мы видим что гиганты на рынке которые на сегодняшний день работают им на самом деле вот интернет к дому он не особенно интересен то есть сам последняя миля она экономически и организационно достаточно для них так говорить проблемные поэтому крупные операторы они все-таки должны обслуживать и организовать магистрали то есть малые операторы небольшие компании они могут работать непосредственно с абонентом здесь мы именно для того чтобы заинтересовать операторы и чтобы ушел у нас во-первых есть это в разрешительном документе мы выставляем лицензионные обязательства что они должны делать как при выдаче соответствующих частот мы их периодически пересматриваем и говорим новые обязательства там и включается и покрытие новых сел и модернизация в действующих селах для улучшения качества ну да мы это понимаем что экономически это не выгодно законодательно какие-то изменения им делаем для упрощения процедур на строительство это как бы в контакте с операторами для того чтобы закрыть это все как-то пытаетесь стимулировать потому что даже бизнес как можно надавить правильно да согласно закону связи самостоятель операторы самостоятельно планируют и развивает свои сети дело в том что надо еще понимать что на сегодняшний день из себя представляет услуга допустим доступа к интернету это интернет вещей то есть когда вы можете заказывать товары продукты и так далее на это доступ к видео контенту в том числе и к телевизионным каналам это в какой-то мере и вопрос национальной безопасности потому что люди сейчас в селе в отсутствие доступа к казахстанским телеканалам легкого во всяком случае они что делают они покупают тарелки российские там какие-то еще и смотрят бесконтрольно в том же случае когда в селе будет нормальный качественный интернет там будет выбор из казахстанских телеканалов из казахстанских сервисов но просто чтобы опять не не было это знаете пустым сотрясание воздуха что мы вот там села тоже покроем а как но мы не знаем потом просто скажут ну не получилось нет у нас мы конкретность выставляем перечень сел для каждого оператора что необходимо ему делать там на два-три года мы говорим что вы должны закрыть ему выгода какая вы ему потом налоги снизите за что-то дамы и будете как у нас процентную скидку налоговых предоставили на радиочастотный спектр это в двадцатом году действует с 21 по 25 год аналогия это касается всей деятельности или вы только на радиочастотный спектр только на радиочастотный спектр остальные налоги не платят как положено но это существенно да а сколько он должен допустим ну я не знаю районов сел закрыть чтобы получить такую скидку или такого не у нас всего в казахстане 6 290 сел по всему казахстану и больше 50 процентов у нас сел это там до 2000 человек чтобы понимали есть села там даже где проживает 20-30 человек приход качественного интернета качественную инфраструктуру связи в любой населенный пункт это прелюдия к такому-то каком-то экономическому обновлению то есть вот в моем селе где вот у меня дача появилась качественная связь появились банкоматы пункты вывоза заказов и так далее то есть как-то меняется экономика я думаю что как только это понимание придет цифровизации покрытия села качественной связью эта проблема будет если не снята полностью то значительной части решено поэтому и инвестиции в инфраструктуру требуется колоссально ну то есть широка страна моя родная то есть на это мне при этом вы понимаете что один километр по прямой если прокладывать тоже это миллионах и связляется установка эти базовые станции если мы говорим под антенна мачтовые сооружения то в зависимости от высоты они тоже каждая установка это миллион одну одну базовую станцию да понятно сама базовая станция тоже не дешевых как бы мы говорим об этом сейчас мы видим некомпетент даже здесь на самой передаче то есть что он говорит это говорит это стоит миллионы конкретно какие цифры это дорого это колоссальные цифры это там важно не окупаем а так не работает технологии это телекоммуникации где все считается километр прокладки кабеля стоит там условно 8000 долларов базовая станция стоит около 100 миллионов деньги пропускная способность все это все это считается не надо называть это цифрами колоссальными давайте оперировать конкретную цифру это то о чем я и говорю решение занимается эмоционально покажите нам цифры покажите целевое состояние покажите кто трафик который собираетесь пропускать покажите трафик какую сторону движется условно говоря 80 процентов трафик там метод instagram facebook тогда понятно мы сможем что-нибудь раз а оперировать такими понятиями остально много там здесь человек мало мы не понимаем и как пример я хочу привести там азербайджан где мы сейчас активно работаем консультируем правительство в азербайджане в азербайджане считается отсутствием интернета когда скорость интернета падает ниже 25 мегабит секунды ниже 50 минут они считают что интернета нет для казахстана 5 мегабит секунды для сельской местности является называют широкополосным доступом и формально деревне школу подключают или районную школу подключает 5 мегабитному каналу школу где-то сотни учеников и формально говорят о том что школу подключили к широкополосным интернетом естественно никакого широкополосного нет то есть сплошной самообман происходит конечно тот та широта канала которую дает спутник на сегодняшний день не позволяет провести в каждый дом интернет то есть это как правило . значит центре поселка обеспечивающий акимат в обеспечивающий отцом ну как бы услуги до госуслуги . и обеспечивающая школу как бы ну для населения в целом это доступно вот в плане раздачи в определенном месте поселка но для получения госуслуг для устранения цифрового неравенства которые мы имеем если в поселке проживает 50 60 человек этого в принципе пока как временное решение да достаточно потом будем надеяться что технологии которые будут ходить на рынок они будут обеспечивать более широкими каналами но на сегодня да это решение это выход и мы работаем самое главное своими отечественными спутниками своими силами это тоже немаловажный аспект потому что ну это вопросы безопасности в том числе здесь все нужно необходимо как бы заострить внимание именно на инфраструктуре которая находится в городе для нужно развивать инфраструктуру в городе либо же в селе да действительно надо вкладывать деньги в инфраструктуру надо вкладывать деньги в создание новых каналов глобальный интернет у нас каналы лежат через россию но сейчас мы знаем нас в связи с войной во-первых количество так сначала двадцать третьего года вот под нынешнее время на инфраструктуру российского интернета увеличилась два раза то есть это естественно косо нам бьет и по нам и уже давным давно уже многие специалисты в том числе я говорю что надо строить альтернативные каналы чем больше альтернативных каналов глобальный интернет тем лучше будет связь и тем она надежнее будет да я знаю что и вы же как раз говорили что например альтернативой может стать там строительство магистрали через по дну Каспия, через Азербайджан. Вот Арман как раз про это говорил, что в Азербайджане качество интернета сказал. Это может быть альтернативой, да? Чтобы мы не зависели от Российской Федерации. Да, да, да. Это как раз самая реальная альтернатива. И вот тем более, что Арман сам видел, воочию убедился, что качество интернета в Закавказе, в данном случае в Азербайджане довольно высокое. И там высокие требования определять. Минимальная скорость, которую считают приемлемой, считается 25 мегабит в секунду. Нам до такого параметра еще расти. Сейчас есть согласованный проект. Подписали какое-то там соглашение о том, что Казахтелеком с казахской стороны 50% и 50% АзерТелеком будут строить, создали совместные предприятия и будут строить этот канал наконец. Пока только это бумаги подписаны. И это будет в конце 25-го года. То есть получается еще два года ждать. Я не знаю, почему такие задержки делают. Такое ощущение полное, что со стороны некоторых лиц, некоторых чиновников, некоторых представителей нацкомпаний просто идет какой-то скрытый саботаж. Непонятно, зачем 400 километров два года прокладывать. Это что-то по дну мелководного Каспийского моря. Это же дело несколько месяцев. Озеро, озеро. Озеро, да. Это озеро. 40 метров средняя глубина Каспия. Проложить там кабель это ну полгода это максимум. Почему надо на это тратить два года? Это для меня загадка. А давайте спросим у Алжаса, напрямую Алжаса вы знаете проект? Проект постановления по прокладке поднюк Каспий между Азербайджаном и Казахстаном он уже подписан давно. Но там со стороны казахстанской стороны уже несколько раз менялся оператор. Так как каждый оператор это коммерческая организация и они проводили какие-то анализы и говорили, что для них это экономически не выгодно. То есть проект сейчас подвис? Нет, сейчас мы уже передали в прошлом году его казахтелекому. Они подписали на первый раз это соглашение о сотрудничестве. Теперь они подписали соглашение о создании совместного предприятия. Само совместное предприятие уже создано, зарегистрировано на нейтральных территориях и уже они сейчас разрабатывают ТЭЛ и собираются проводить конкурс. Конкурс для проведения работы. Сроки какие-то есть? В следующем году. Сроки планируем до конца следующего года завершить это. 24-го года. Уже прям физически проложить? Да. Изначально были планы до 25-го года конца, но сейчас вроде бы планируют это ускориться и до 24-го года. по факту на вашей сотовой связи, на моей на наших гостях это как скажется? Мы прям ощутимо это почувствуем? Скорее всего нет. Это просто резерв получается? Это как бы резерв или альтернатива российскому каналу или он станет основным каналом и это уже оператором самим решать. Все задают вопрос а что такое казахтелеком в данный момент? В настоящий момент после дарения пакета акций это почти 100% в государственную компанию. Но надо понимать как государство видит развитие этой компании и через нее развитие отрасли. Пока такого понимания на мой взгляд нет. Даже в самой Астане мы знаем что нет связи. Не говоря уже про жилые комплексы в самом доме министерств отсутствует связь либо на городе отсутствует связь это серьезная проблема. Или в зданиях экспо где я работал и знаю в качестве связи очень серьезная проблема с этой связью. Стабильность интернета и сотовой связи в столице оставляет желать лучшего. Все это приводит к дискомфорту жителей и наносит серьезный ущерб экономике города создает крайне негативное впечатление у гостей столицы. Что вы можете сказать министр Павел 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 И вот в сравнении с другими городами мне сообщают что в крупных городах Европы будь это Париж ломен и так далее с интернетом тоже не всегда все в порядке и хотя это не оправдание но вот дайте такое сравнение что и в чем дела. Уважаемый Курсулев Артемилович мы замеры проводили мобильного интернета 67 локаций нами определено где реально пропадает связь полностью эти 67 локации мы с жителями проводили работу там живут радиофобы которые боятся установки базовых станций на их жилых комплексах в этих 67 жилых комплексах Акимат помог провели разъяснительную работу и 39 жилых комплексов уже убедили для того чтобы на крышах их домов установили базовые станции в 5 уже установлено в 6 сейчас идет установка и в остальных заключаются договора в 28 мы 3 месяца проводили до сих пор не убедили жителей что базовые станции не несут вред для здоровья людей хотя в целом это базовое понимание физики и математики в 9 классе и получается теперь что мы вынуждены законодательно урегулировать этот вопрос чтобы системно решить эту проблему на текущий момент мы должны снять базовую станцию если один жилец против и написал заявление что я не хочу чтобы базовая станция на моем доме стояла мы из-за этого снимаем ежегодно по 150 базовых станций мы вынуждены снимать оператора теперь мы закон о жилищных отношениях вносим если 50% жильцов этого жилого комплекса не согласны на снятие базовой станции то мы не будем снимать эту базовую станцию вот такое законодательное изменение вносим это вот первая проблема мы ее купируем по 68 белым пятнам так называемым министерство и комитет ну фактически каждые 2-3 недели мы проводим совместные совещания по обеспечению инфраструктуры земли и так далее по 60-70% до октября полностью будут обеспечены качественными услугами связи и интернет по оставшимся 30% если брать 100% жителей там буквально 5-10 человек это инициативная группа остальные 90-99% вынуждены из-за этой инициативной группы терпеть такие условия вот я просто сейчас подумал в Японии да прежде чем воду с фукусимой сбросить да помните сколько поднялось вопросов и потом премьер взял и съел рыбу может быть то что Арман говорит взять и поставить с министра начать и поставить правду на министерстве там базовую станцию чтобы люди верили что это безопасно мы сидим на территории экспо если вы знаете да экспо в павильоне ц24 возле нашего павильона и слева и справа есть базовые станции которые светят там и 4G стоит и 5G стоит возле дом министерства там тоже есть базовую станцию ставят и вроде бы никого ничего не обучило вы к этому подводите да почему качественный интернет и связь есть не везде ну в первую очередь все зависит от количества вышек связи которые устанавливают на крыши домов но к сожалению не всем по душе такое соседство радиофобы так называют те кто наотрез отказывается от установки вышек связи на крышах своих домов и только ли дело в опасном как они сами называют излучении либо проблема гораздо обширнее на сегодняшний день у нас в стране имеются проблемы с интернетом с качеством мы постоянно получаем жалобы от населения здесь единственная проблема это по наличию так называемых белых пятен это те районы больших городов где отсутствует такая необходимая плотность установки базовой станции той мобильной связи белые пятна на картах покрытия сетью разумеется есть и в Астане на данный момент их 67 в министерстве заверяют что в ближайшее время их число должно сократиться но самыми проблемными остаются 24 адреса в жилых комплексах есть люди которые против установки базовых станций для того чтобы там установить базовую станцию теперь нам нужно получить земельный участок от государства выстроить там антенномачтовое сооружение и поставить базовую станцию если это земля государственная то никто не имеет права вытеснять нас оттуда вытеснять операторов а когда мы устанавливаем на крышах жилых домов то жители имеют право сказать уберите оттуда базовую станцию по радиофобам я не могу сказать их стало меньше или больше но я могу сказать что 67 жилых комплексов где были против люди из них 43 уже там проблема локализована и будет установка антенномачтового базовых станций на крышах представители министерства пытаются наладить диалог с радиофобами стараются оперировать научными фактами чтобы успокоить жителей многоквартирных домов перед установкой перед запуском обязательно происходит необходимое измерение там и проверяется наставление санитарных норм да то есть также стоит отметить что санитарные нормы в нашей стране они самые одни из самых жестких в мире в плане того что например у нас требования вставляется 5 микроватт на системе квадратных да в таких странах как там западная Европа США Канада там может достигать от 200 до 1000 микроватт то есть разница именно в мощности оборудования она в сотни раз получается да и то у нас как бы жители почему-то вот именно говорят о вредности да вредно ли излучение от базовых станций на самом деле с этим вопросом мы обратились к представителю министерства здравоохранения ну прежде чем оценивать влияние или не влияние электромагнитного излучения на организм мы должны понимать саму физическую характеристику излучения в отличие от ионизирующих излучений такие как гамма рентгеновские лучи которые могут разрушать химические связи в организме и вызывать рак радиочастотные устройства или те же вышки имеют форму нейронизирующие излучения проблема с этим типом излучения заключается в том что оно производит только энергии в виде тепла делается заключение что излучение радиочистотного диапазона то есть базовые станции мобильные устройства вызывают онкозаболевания нельзя не так давно в научно-исследовательском институте труда имени измера проводились исследования о влиянии радиоволн и сетей 5G на живые организмы подопытных крыс облучали на протяжении трех месяцев радиоволнами мощностью от 250 до 500 микроватт что в десятки раз выше допустимой нормы но результат показал что значительных изменений в состоянии животных не наблюдалось здесь больше надо просветительную работу разъяснительную работу информировать больше людей и показывать результаты исследования объективно допустим в Японии в других странах они не боятся у них такое радиофобие как у нас настало время выслушать мнение по другую сторону баррикад какими фактами оперируют жители которые отказываются жить по соседству с базовыми станциями связи я не совсем против но есть некоторые нюансы у меня у знакомых в соседнем ЖК также поставили вышку в итоге они это сделали некачественно повредили крышу и теперь когда идет дождь либо тает снег сразу технический этаж у нас топит а как бы провайдер который ставил вышку за это не отвечает это получается одна из основных проблем вторая как бы я живу на предпоследнем этаже у меня жена и маленький ребенок и мне не очень бы хотелось чтобы излучение которое постоянно идет от этой вышки как-то повлияло на мою семью просто в некоторых странах вы наверное знаете есть такая фишка что эти вышки ставят на бизнес центрах торговых центрах либо вообще отдельно как-то это делается можно ли в вопросе радиофобии прийти к общему знаменателю и найти решение которое удовлетворит абсолютно всех давайте взглянем на проблему с инженерной точки зрения сейчас мы находимся на здании аппарата кемера и нура за нами находится базовая станция покрытие покрытие получается сотовой связи и интернета радиус покрытия от 300 до 600 метров получается ближайшие районы покроются хорошим интернетом и качественным связью есть также люди радиофобы которые боятся излучений радиации не знаю как это можно назвать но категорически отказываются установки отказываются получается от хорошего качественного качественного интернета и связи что доставляет очень большие неудобства на самом деле на сегодняшний день на сегодняшний день мы на собственном примере установили на крыше здания, чтобы показать, что нету в этом ничего такого страшного. Тем более, мы покрываем зону покрытия медицинского центра, густо заселенного района, который находится через дорогу, получается школы непосредственно, дворца школьников, которые необходимы для зоны покрытия, чтобы был здесь качественный интернет. Не стоит ничего бояться, надо просто идти в ногу со временем. Подводя итог, можно отметить, что между пользователями, операторами связи, а также профильным министерством пока что не произошел необходимый коннект. Но если обычным людям простым языком объяснить о безвредности базовых станций с научной точки зрения, операторам своевременно работать над улучшением качества связи, а также министерству цифрового развития гармонично курировать вопросы отрасли, то, думаю, белых пятен на карте покрытия сети станет значительно меньше, а быть может, их и не станет вовсе. Ну да, на дом министерства, мы знаем, есть проблемы, но там больше вопрос это идет о информбезопасности. Именно ставить базовую станцию на административных зданиях, там, где есть подразделения секретных, обрабатываются документы. То есть есть нюансы, да? Да, есть нюансы, которые необходимо учитывать для установки этих базовых станций. Поэтому там небольшие сложности есть. Ну, насколько я знаю, сейчас идут переговоры и вроде бы уже разрешили там дом министерств поставить базовую станцию. Здесь не в том, что правительство радиофобы, а в том, что есть законодательные ограничения в этом случае. Понятно. При планировании, значит, строительстве населенных пунктов у нас на сегодня связь выпадает. То есть у нас есть инженерные коммуникации, это вода, там свет и так далее. А связь, к сожалению, у нас на последнем месте. То есть мы в генпланах городов инфраструктуры связи не видим. Это упущение. Потому что сегодня никто из людей не захочет жить в доме, где нет интернета. Мы уже понимаем, что это неотъемлемая часть нашей жизни. Если взять Астану, то у нас очень активная застройка идет в город. Но при этом, когда… Базовые станции не поспевают строить их? Ну, то, что не поспевают, даже места для них не отводятся. Имеется в виду, не планируется. Скажите, это больше к людям вопрос или городским властям в том числе? Городским властям в том числе. Это, во-первых, развитие по земельным отношениям, проблема под землю вывода. Операторы при этом подают заявки для необходимости. Говорят, мы там хотим установить АМС. Но там бывают отказы. Говорят, там занятые… Местные власти тоже не особо, да? Да, там есть частная собственность, уже невозможно. Тогда оператору надо идти к участнику и там с ним договариваться. Мы зависим здесь от Акимата. Акимат должен выделить земельные участки. Акимат сейчас получил от наших операторов заявку. На прошлой неделе, в конце недели я встречался с Акимом лично. И операторы связи там были на этой встрече. Как бы уточнили свои требования. Аким обещал, что на этой неделе и на следующей неделе будет выделение земельных участков. После того, как они выделят земельные участки, нам нужно 3-6 месяцев для проведения работы. Это зависит от сложности подвода электричества и подъездных путей. Сейчас мы как раз вот и предложили поправку именно в генплант. Обязывать? Да, предусматривать места для антенноматического сооружения, землю от земли, либо же вновь строящих домах, чтобы были места для установки базовой станции на домах. Все-таки речь идет о крышах, да? Да, чтобы специально отведенные места были предусмотрены. Потому что если специально места нет вывода электроэнергии, вывода оптики на крышу, то придется производить эти работы. Придется там сверлить, производить строительные какие-то работы, замены. Чтобы эти лжи были предусмотрены. Мы уже по инфраструктуре некоторые поправки со стороны депутатов инициировали. Например, поправки, связанные с размещением на столбах электропередач, воздушных каналов связи. Сегодня мы видим, что в ряде областей это работает. Есть определенные организационные проблемы, связанные с тем, что владельцы этих столбов и инфраструктуры, они на сегодня где-то цену завышают, где-то разрешение не дают. Есть проблема, но она поэтапно решается. Положа, скажите, с 2019 года, кажется, проанонсировали 5G и стали запускать 5G. Уже, получается, четвертый год, четыре года. Это действительно сложный процесс. Тоже не хочется министерства заклевать, хочется услышать вашу позицию. А в чем она объективная? Вот господин Мусин часто выходит, обещает, что вот тогда-то будет, тогда-то. И вроде бы такие сроки ставит, что вот-вот-вот-вот, но этого не происходит. А в чем объективная причина? Наверное, не каждое министерство есть, не только же там. Почему все сводится к обещаниям, но люди так и не видят реально хорошего интернета? Почему не началось это подключение, грубо говоря, с начала года? Аукцию мы провели только в декабре. Победители после того, как они… В декабре 2022? Да, в декабре 2022 году. После того, как они победили, они начали заказывать соответствующее оборудование. Учет срок поставок. И в середине года уже началась активная стройка. Сейчас уже более 400 базовых станций. Это в трех городах республиканского и в 17 областных центрах уже начинают устанавливать. Уже установлены четырех. Ну а вообще вот так вот в министерстве сидят специалисты и понимают, что для внедрения 5G в стране надо 5 или 10 лет. То есть какой срок нормальный? То есть чтобы, может быть, мы, не знаю, сидим с вами вот вместе с гостями и торопим вас. А может быть, ну это нормально, что мы вот идем вот так пошагово или нет? Нет, ну понятно, дело прошагово. Сейчас мы начали внедрение 5G в городах республиканского, в крупных городах. Постепенно эта планка будет опускаться, туда будут сидят остальные города, районные центры. А вот сам же министр говорил, да, что сначала хотели покрыть Казахстан, то есть отдаленные села, потом немножко пересмотрели стратегию. Теперь все-таки в сторону городов, где плотность растет, население, да? Нет, это все зависит. Или это одно и то направление и другое вместе развивает? Да, это вместе и траллельно. На самом деле мы все наблюдаем, все жители, что переход технологии от 4G до 5G не дал увеличение скорости. Кроме появления значка 5G никакого увеличения скорости не произошло. Почему? Потому что система, проблема, системные проблемы находятся на фундаментальном уровне, на уровне инфраструктуры, и никто не занимается. У меня вот к Талгату вопрос. Талгат, вот продолжение, да, темы. А правда ли, что вот, ну, в принципе, чтобы 5G подключить, для этого нужна соответствующая оптика, которая пока не проложена? То есть все равно это большие затраты, большие инвестиции, которые нужны, чтобы 5G запустить в том виде, в котором мы хотим. Вот представьте, базовые станции 5G, они в несколько раз, их плотность должна быть выше. То есть на единицу площади, городской или там неважно какой, должно быть там в 3-4 раза, ну, как минимум, больше базовых станций. Если сейчас у нас проблемы с установкой базовых станций, с существующими технологиями, то как эти технологии, эти трудности возникнут, увеличатся в несколько раз, когда мы будем внедрять новые технологии. Цена, естественно, тоже будет расти этих услуг. И вот это все как бы непонятно. Ну, просто даже у себя каждый дома сейчас, если посмотрит, какое количество гаджетов, да, одновременно можно сидеть в 3-х телефонах, там, в 5-ти планшетах, и там, ну, я имею в виду, если семья большая, да, и еще телевизор смарт-работал. То есть это поток, представляете, какой, какими объемами мы потребляем. Роман, скажите, вот правда ли, что если 4G обеспечить нормально, то, в принципе, нам и за 5G особо гнаться не надо, ресурса, то есть возможности 4G, в принципе, хватит, чтобы... В стране у людей у нас с вами был нормальный, ну, по крайней мере, мобильный интернет точно. Это так или нет? Абсолютно верно. Абсолютно верно. Пропустная способность технологии 4G позволяет пропускать скорость интернета до 1 гигабита в секунду. То есть это примерно в 20 раз больше, чем средняя скорость, скорость, там, даже в столице, не упираясь в предел. Это, во-первых, в нашем случае скорости, которые предоставляют операторы связи, достаточно технологий 3G, и мы не понимаем вот этого, как сказать, активность вокруг технологии 5G, потому что зачем нам использовать канал 20 гигабитный, если у нас там, условно говоря, 10 гигабитный интернет. Более того, у нас есть белые пятна, где нету не то, что 4G, нету 2G, просто нету связи. Поэтому в первую очередь надо обеспечить однородной связи и полное покрытие. После этого идти к повышению скорости. Сейчас же мы стремимся к повышению скорости в каких-то там определенных точках, а однородность покрытия мы не обеспечиваем. 5G – это просто некий пиарный ход, который нам пока не нужен. Мы не исчерпали возможности текущих технологий, не исчерпали и не исчерпаем в ближайшие три года. Поэтому я пока не понимаю, для чего мы это делаем. В 3G мы от него не отказываемся, мы его развиваем. Мы там говорим, где все у нас присутствует, там, 3G или вообще нет, то есть сотого мобильного интернета. Мы говорим о том, что там будут внедряции LTE-технологии. 5G еще проблема в том, что это очень дорогая технология. Во-первых, там нужно ставить вышки гораздо, там другая частота, более высокая частота. И надо вышки ставить на меньшем расстоянии между собой. Соответственно, это удорожает установку, внедрение вот этой технологии 5G. Большинству населения Казахстана, 99%, я думаю, пока это не нужно. А зачем все эти 99% будут оплачивать вот эту услугу, которая нужна 1% населения? Это, мне кажется, неправильно. И опять же, не ответили на вопрос, для чего вам 5G? Для чего 5G, я пока не понял. И ответа будет. Давайте Алжасу дадим возможность ответить. 5G, это новые технологии, это новые возможности, это для внедрения IOT-технологий, для обработки больших данных. Какие, дайте мне, в общем, не общими словами, какие проблемы уперлись. Когда внедрялась технология 4G, она тоже не нужна была, грубо говоря. Хватало того, как той скорости, которая предоставляла 3G. То есть, не было такой потребности в интернете, в услугах. После того, как появилась технология 4G, началась развиваться цифровизация, то же самое мобильные банки. Какие-то контенты начали выходить, Инстаграм, ТикТок, все это появилось. Это появилось тому, что технология начала развиваться, и мы в свое время ее внедрили. Так же и 5G. Например, 5 лет назад, когда потребление было меньше, мы не знали о 5G. Сегодня 5G, это совершенно другая скорость, совершенно другие возможности. И более того, мы сейчас же, почему было много споров, когда 5G устанавливали, что, мол, 4G ресурс не до конца используется, а мы 5G уже лезем куда-то непонятно. На самом деле, все, что новое, которое сегодня происходит, оно уже ориентировано на новую качество связи на 5G. То есть, если это продукты, например, связаны с искусственным интеллектом, это требование, безусловно, уже уровня 5G. Поэтому мы, на самом деле, здесь не опережаем время, мы догоняем его. Поэтому просто сейчас нужно это делать интенсивнее. Когда 5G, если у нас не в порядке, и начнут предоставлять клиентам на коммерческой основе, то есть по высшей себестоимости, я сильно сомневаюсь, что будет очень много клиентов. Потому что цена будет намного выше, чем 4G. И будет ли это экономически обосновано, вот это тоже никто не считал. И никто не доказал, что вот мы 5G введем, и у нас будет много клиентов, и это будет предоставлять. И я боюсь, что наши операторы начнут, естественно, за счет тех клиентов, которые на старых технологиях сидят, так называемых, на 4G, покрывать свои убытки. То есть опять будет требовать повышения тарифов. То есть 5G, как ни посмотри, знаете, пока довольно сомнительное обоснование для внедрения у нас в Казахстане. Потому что еще 4G и 3G у нас толком-то не работают, не везде работают хорошо. Но мы сегодня вот сами убедились, да, и даже наш вот этот фиксированный терминт тоже не очень... Вот даже вот вы находитесь в столице, и видите, как плохо все работает. Мы пытаемся решить проблему, которую не можем сформулировать. Вот к чему я иду. То есть представитель министерства так и не обозначил проблему, которую мы пытаемся решить с помощью 5G. Ну, мы внедряли 4G, нам говорили, не надо, а теперь вот валят. Вот какие-то общие слова. Дайте четкие выкладки, докажите нам. И давайте как бы побежали, что мы вместе поделали. Да, Арман, я хотел вот спросить, да, а насколько критично, что вот из присутствующих на рынке Казахстана сотовых операторов, да, вот только у Казахтелекома есть частоты 5G. Это как сказывается на конкуренции, как вы считаете? То есть сейчас же мы боремся просто за наличие связи, а не за скорость. То есть сейчас абоненты просят дать хотя бы какую-то стабильную скорость на 20-30 мегабит. На сегодня так получилось, что в структуре Казахтелекома оказалось 2 мобильных оператора. Я, как министр цифрового развития, на первой комиссии по демонополизации сам инициативно вынес вопрос о том, чтобы надо, чтобы инфраструктура связи развивалась подобающе, чтобы было качество подобающее, чтобы конкурентный рынок развивался, чтобы одного из операторов вывели в частный рынок. Арман, еще хотел спросить и вас, и потом Талгата сразу, чтобы ответил на тот же вопрос. Скажите, вот эти вот штрафы, которые, по сути, автор штрафов таких серьезных, Багдад Мусин, да, потому что именно он там, еще в том году были 100 миллионов всего, вот он недавно сказал, что уже к сентябрю полтора миллиарда, и к новому году 4 миллиарда будет штрафов. Как-то это работает или нет? Или это не та отрасль, где нужно штрафами бить? Объем штрафов, чтобы мы понимали, объем штрафов составил 0,1% общей выручки операторов связи, либо 1% чистой прибыли. Естественно, он никак не повлиял, никакого влияния не оказал. Более того, регулятор помог повысить тариф на 30%. Теперь вы должны понимать, что штрафы потерялись где-то в погрешности после запретой. Никакого влияния эти штрафы не оказали, это просто популизм. По-моему, год назад, да, получилось. Депутатами был инициирован законопроект, теперь уже он закон, это изменение в административный кодекс, который касался повышения уровня штрафов. Значит, для операторов при некачественном выполнении работы были увеличены требования на уровне законов к качеству интернета. И сегодня регулятор в целом, у него есть все инструменты, и это есть ответственность министерства, прописанная давно во всех законодательных актах, и ее достаточно для того, чтобы они качественно выполняли свою функцию. Еще хотел спросить, вот сейчас появляется еще один игрок, вроде как, да, Freedom Telecom, кажется, да, который будет, во-первых, только 5G заниматься, да, во-вторых, это будет, как бы, оператор для более богатых людей, вот то, о чем Талгат говорил, да. То есть у нас появится, то есть сейчас мы все равны, как перед Богом, так и перед интернетом, перед нашими гаджетами, да, но теперь появится некий игрок, который, у которого будет интернет, скажем так, лучше, чем у всех остальных. Я правильно понимаю? Freedom Telecom, он заявился, как оператор, он официально зарегистрировался, но на сегодняшний день он предоставляет, только он является как фиксированным интернетом. Соответствующей лицензии на предоставление услуг мобильного интернета у него нет, и мобильной связи у него нет. Да, понятно. Если он, мы планируем проведение аукциона в конце года, если он захочет участвовать, мы видели, что он участвовал в прошлом аукционе, если он победит, возьмет соответствующие частоты для технологии, мы будем разыгрывать 5G, о том, что это будут услуги дорогие, не дорогие, не могу сказать, это коммерческая организация. Для богатых, не для богатых, нет, не про то. Нет. А вообще вот в Казахстане возможно сделать, или тут действительно все равны, или можно сделать так, чтобы там для кого-то интернет будет логичным? Здесь такого невозможно, потому что базовая станция, она как бы локация одна, и обслуживает, она не выбирает этого клиента обслуживать, а этого клиента не обслуживает. То есть, если вот даже вот министерство в районе экспо находится, там утыкать его базовыми станциями, лучше у вас интернет не будет, ни у вас, ни у министра вашего, да? Ну, если соответствующие частоты технологии поставить, то будет, ну, там зависит от того, если вы на улице замеряете, разговариваете, либо внутри здания. Если внутри здания, то есть такие конструкции, которые не пропускают радиоволн, тогда вам нужно будет соответствующие инфраструктуры внутри здания, чтобы у вас бы там был мобильный интернет. Нет, я пытаюсь просто понять, что можно ли при наличии денег, возможностей, плотности станции вокруг тебя сделать себе интернет лучше? Да, можно. Можно, да? Да, конечно. Все-таки не все равны в этом смысле, да, если надо будет, да? Имейте в виду, ну, оператор же, он не... Нет, нет, я просто, чисто теоретически это возможно. Улучшить это, конечно, если вы выстроите сеть такую бесшовную, что у вас будет везде базовые станции, соответствующее количество установлено, то да, будет. Мы, как министерство цифрового развития, на самом деле, сейчас, как с государственными предприятиями я работаю, так и работаю сейчас с операторами связи. Мы еженедельно, раз в две недели, они у меня собираются, и мы час обсуждаем, сколько базовых станций они установили, сколько они должны были отремонтировать, сколько перенесли и так далее, и так далее. На самом деле, мы, как министерство цифрового развития, этим заниматься не должны. Почему? Потому что операторский бизнес, бизнес мобильного операторства, он рыночный, то есть в нем присутствовали всегда частные игроки, они должны были между собой конкурировать и предоставлять качественные услуги связи, бороться за клиента. Талгат, ну, я не знаю, я вот честно вам скажу, но мне Багдад Мусин, когда он зашел, его напор очень понравился, честно вам скажу. А потом, как бы, я понял, что, в принципе, это сводится к каким-то обещаниям, бесконечным причем. А люди же слушают, верят, что не так, что мы не можем сделать правильно, или что должны сделать правильно. Талгат, вот вы как думаете? Все как-то говорится на лозунгах, да, что даешь, там, коммунизм к 80-му году. Я вот как человек уже не молодой, я это помню хорошо. Вы люди помоложе, конечно, может, не помните. Вот такая лозунговость, то, что вот даешь молодежь нам и так далее, это, знаете, как бы неправильный подход. Надо систематически, спокойно. Доступ к интернету, это вот должно быть как базовым правом каждого гражданина, там, как право на труд, там, право на охрану здоровья и так далее. Вот вы... Да-да-да, это он приняло в 2011 году, по-моему, в 2011 году приняло такую резолюцию о том, что доступ, вернее, доступный интернет – это базовое право человека, наряду с правом на жизнь, на медицинское обслуживание, на работу и так далее. И вот мы это базовое право должны обеспечивать вообще, и министерство должно об этом озаботиться. Мы всегда будем догонять, это перманентный процесс. То есть мы никогда не опередим развитие технологий, это однозначно, потому что инфраструктура связи – это дороже, дольше, сложнее. Поэтому мы всегда будем в состоянии догонять. Просто если мы будем интенсивнее догонять, то обычный пользователь не заметит снижение качества. А если мы будем отставать, сейчас это имеет место, особенно там, где высокая концентрация потребления, тогда мы будем ощущать потребитель обычный. Багдад Мусин же тоже часто очень обращается к людям и говорит, что экономить интернет – это вот что значит? Ну, как это? То есть не дадим вам сколько и сколько вам нужно, а вы каждый, пожалуйста, экономьте. Это же не питьевая вода. Как понять эту фразу, чтобы люди все экономили интернет? Это что значит? То есть если я хочу сегодня посмотреть фильм, то мне его не смотреть. Если я сейчас хочу в конференции связаться с нашими спикерами, я не должен этого делать, если это нет острой необходимости. То есть, чтобы понимание было, что это значит, экономить интернет. Есть понятие мобильный интернет – это слово мобильности. Что-то вы в движении от точки А до точки В могли соединиться. При этом мы не забываем, что у каждого дома есть фиксированный интернет, в котором подсоединены устройства. Есть Wi-Fi-точка домашняя. Что если вы хотите какой-то большой контент посмотреть или объемный контент и в качестве, то перекручайтесь на лучшие технологии. То есть если хочешь что-то нормальное посмотреть, мобильник убери и пользуйся оптикой. Понимание в этом вопросе будет в какой-то перспективе достигнуто. Потому что я, например, считаю, что телекоммуникация – это инфраструктура. Такая же, как и дороги, газ, холодная, горячая вода и так далее. Придет понимание к тому, что нужно эту инфраструктуру строить, выстраивать нормальные прозрачные правила игры, решать вопросы по финансированию. Было заявление совсем недавно, 1 сентября, вот прям есть у нас цитата вашего шефа Мусина, который сказал, что в октябре-ноябре существенно сдвинемся по качеству интернета. А что такого произойдет? То есть, я не знаю, там, Илон Маск нам отключится, вдруг какие-то сети сами проложатся через Каспий. Что такого произойдет? То есть, поймите правильно, очень много звучало обещаний от Мусина, и каждый раз все ждут новой даты, когда это произойдет, и вот не случается. В этот раз что произойдет? Согласно Багдал Патрубековичу, словам, это говорится про Астану и Алмату. Астана-Алмата, да. Это не вискер-стан, это Астана-Алмата. В этот период завершаются установки именно по закрытию белых пятен, то есть проблемных зон. Поэтому и говорилось о том, что будет улучшение качества. Поскольку рынок связи, это не то, чтобы вот сию минуту нам можно дать результат, вся работа планомерно проводится. Думаю, в конце года казахстанцы, в том числе и вы, и я, почувствуем результат той работы, которую мы проводили совместно с операторами. Но, еще раз, качество связи, это ответственность оператора связи, который предоставляет за деньги услуги связи гражданам Республики Казахстан. Последний вопрос. Вы сказали, что, вернее, не вы сказали, а ваш шеф Багдал Мусин сказал, что октябрь-ноябрь улучшение связи Астана-Алмата, ну, анонсировал, по крайней мере, в очередной раз, но тем не менее, весь основной Казахстан, конец года. Или, можете сказать, сроки примерно, люди будут слушать. Ну, вот физически, когда почувствуете, что вот-вот мобильный стал лучше, не завис, могу вызывать Яндекс.Такси, не знаю, могу заказать пиццу себе, а по WhatsApp уже не ответить. Когда? Ну, и сейчас это может, все зависит от того, в какой локации вы и где находитесь. Понятно. Чтобы не важно, в какой локации я находился. Такого вопроса я не могу ответить. Не ответить. Это была программа проект «Даю слово». Мы обсуждали качество, точнее, отсутствие качества интернета. Следите за нашими эфирами. До свидания. До свидания.